Пикник на лужайке, спортивные игры или танцы на школьном дворе, творческие мастерские, все общение только на эстонском языке. Это летний языковой лагерь в городе Нарва на востоке Эстонии. Идея авторов проекта в том, чтобы дать возможность детям из русских семей погрузиться в эстонскую среду и улучшить знания государственного языка. Ребята здесь, учась на русском языке, без эстонской среды, заканчивая даже гимназию, то есть 12 лет обучения, они не говорят на эстонском языке. И им плохо, тяжело внедряться в общество Эстонии. Здесь не ставят оценок и не исправляют грамматические ошибки, рассказывают сами дети. В этом году в языковом лагере больше 500 детей из Нарвы и соседних городов. Здесь больше внимания уделяют тому, ну, не ругают, так сказать, за то, что ты неправильно произнесешь слово. Из-за этого легче учиться? Да. Полина в этом году в языковом лагере впервые, а ее подруга Александра участвует в программе во второй раз. Если я в будущем пойду учиться, допустим, в Тарту, в Таллинн, то там мне будет намного легче учиться, и эстонский в будущем мне поможет только в учебе и в остальном. Эстонский город Нарва находится прямо на границе с Россией. Большинство жителей говорят на русском языке. Интеграция в единое эстонское общество – это вопрос национальной безопасности. Об этом часто говорят эстонские политики. Больше пяти лета в Нарве работает дом эстонского языка, есть разные программы по интеграции. Постепенно ситуация меняется, и в городе все чаще можно услышать на улице эстонскую речь. Об этом нам рассказала Анна, преподаватель летнего лагеря. Об этом лучше расскажет моя мама, которая каждый раз приходит и говорит, а я сегодня шла и слышала, как на улице говорили по-эстонски. Мне это очень нравится. То есть это какая-то редкость для Нарвии? Это не редкость уже. Есть определенные места, где можно услышать обязательно только эстонскую речь, например, Нарвский колледж. То есть там практически ты заходишь и все, попадаешь в основную язычную среду, что мне очень нравится. Анна всю жизнь живет в Нарве. Раньше работала в сфере туризма, а сейчас осваивает профессию учителя. Для таких, как она, работает специальная программа переквалификации. В основном это люди, которые не имели отношения к педагогике, не были связаны никак, не были никогда перед классами, не работали с детьми. Но хотели бы это какое-то призвание у них внутреннее, они бы очень хотели, и для этого тогда их подготавливают. В конце 2022 года парламент Эстонии принял закон о переводе всего образования только на государственный эстонский язык обучения. У школ есть год на подготовку преподавателей. Проблему нехватки учителей, способных работать на эстонском языке, власти решают специальными дотациями. Преподаватели, которые приезжают работать на востоке страны, получают доплаты. Люди вкладываются очень сильно в этой профессии. И, естественно, надо это поддерживать, чтобы человек не вынужден был выживать, а все-таки приходил с радостью, у него было все в порядке в его жизни. Тогда вот это вот все в порядке, у нас все в порядке, несет и ребятам тоже в школу. Уже в сентябре выпускники языкового лагеря и учителя снова встретятся в школах Нарвы. Война в Украине повлияла на жизнь в городе, говорит Анна. В свободное от занятий время она помогает украинским беженцам, которые попадают в Эстонию через российскую границу. Мы приграничный город. Россия прямо за рекой. Даже уже от этого немножко страшно становится. Например, лично мне. Повлияло на разных уровнях, произошли конфликты в семье. Какие-то семьи стараются этот вопрос вообще обходить стороной, дабы сохранить семью. Ну, у меня, например, конечно, тревога сразу выросла, да, вот этот страх. Особенно, когда у тебя есть маленькие дети, и ты живешь в приграничном городе с Россией. То невольно начинаются какие-то очень странные мысли в голове, а куда бежать, а что делать, если... Но уезжать из Нарвы Анна не планирует. Для нее было важным продолжать работать в родном городе. Освоить профессию учителя, чтобы помочь местным детям чувствовать себя частью большой эстонской семьи. Анна говорит, в этом ее миссия как учителя. Мария Андреева, Данил Жилинский. Настоящее время. Балтия.